В тот день мой муж проезжал здесь за полчаса до взрыва, а я была уже над Кипром. Вот здесь был взрыв. Марфа, Бейрут. Смотрите, нету окон у всех дома. Все снесло. Это центр, то есть еще до центра нужно доехать, вот, да-да, все дома еще до сих пор, многие поставили вместо окон либо вот эти панели, либо просто пластическими пакетами затянули. Конечно же делать окна по 1000 долларов далеко не у каждого есть возможность и сейчас все люди подают заявление. Государство, Франция предоставила помощь, многие страны предоставляют помощь и рассылают сообщения. Вот видите, здесь полностью целиком все разнесло. Вот это вот, смотрите, вот этот дом, вот здесь был взрыв, вот он. Вот и посмотрите на вот это вот здание. Конечно, ужасно, когда вживую видишь, ужасно. Вот Марфа, он полностью уничтожен. Все дома вокруг, конечно же, остались без стекол абсолютно. Вот это вот больница полностью пострадала, она полностью без работы сейчас. Ее надо полностью ремонтировать. Это больница. Да. Вот здесь прямо, конечно, открывается картина, просто самая страшная картина именно здесь. Это действительно страшно видеть вживую. Вот здесь был взрыв. Недавно здесь опять был пожар, в то же время, в том же месте, где был взрыв. Очень сильно пожар. То есть за 20 минут отсюда ездой, вот у знакомых, которых мы были, они встали утром, машина была полностью в черное. Полностью черное. То есть накрыло весь бейрут черным дыбом. Это было несколько дней назад, отголоски. Вживую действительно это выглядит очень страшно. Здесь, конечно, было все во время взрыва, все было в пыли цементной. Вот, смотрите, вот дома целиком и полностью. Вот смыслом какой-то магазин. Домой выглядит как скелеты. То есть до сих пор уже прошло месяц. Прошел месяц и скоро зима. Но большинство людей, окна так и остались полностью. Вот здесь не только окна. Здесь видно, что никто не живет уже. Полностью выселены дома вот в этом районе. То есть никто не живет в домах. Полностью разрушены. Остался только каркас. То есть цементный каркас и стены. Вот этот дом видно, что активно начали ремонтировать. Но в основном дома, они без ремонта остаются. Несмотря на то, что через два месяца будет очень холодно. То есть будет и плюс пять ночью. И, конечно же, без окон это будет в домах невозможно жить. Даже те, кто остается в домах, живут. Они не смогут... То есть даже тех, у кого квартиры не сильно пострадали, а пострадали только дома, внешние фасады, да, то есть стекла, они не смогут жить через два месяца. Сейчас они живут здесь. Вот, смотрите, в некоторых стекла выбило, а в некоторых нет. Это уже подальше. Смотрите, вон тут... Да, вот здесь, видите, пострадал. Пострадали уже частично. То есть какие-то стекла выдержали, какие-то стекла не выдержали. Это уже далеко, да? Да. Или уже поставили новые окна. То есть частично уже возмещают. Но до сих пор люди только еще подают документы на то, чтобы в их квартирах помогли им, да. То есть, представляете, это сразу поставить окна, это будет около 15 тысяч долларов на одну квартиру. При том, что сейчас средняя зарплата, среднестатистическая зарплата с тысячи долларов упала до 400, до 300 из-за кризиса. А стекла — это все импорт. Естественно, это все в долларах. И сейчас люди не могут просто этого себе позволить. То есть мы уже достаточно далеко, и до сих пор вот есть какие-то дома. но здесь уже все. То есть уже видно, что в целом здесь уже все нормально. В радиусе, наверное, нескольких километров вокруг сильно выстрадало все. Здесь уже получше. Да. То есть мой муж успел выехать из Бейерута тогда, и был взрыв. Я же узнала уже, когда приземлилась. Кстати, если бы я не вылетела, то есть не говоришь со мной, что бы это случилось в аэропорту, но в этот день отменили все рейсы. То есть я успела вылететь в плане того, что не отменили мой рейс. Здесь вот закрыто тоже полиэтиленом. То есть все-таки даже здесь какие-то стекла не выдержали. Все меньше и меньше, то есть. Но на этом шла достаточно. Пара была уфиком. Кому интересен наш личный опыт. Салам алейкум.